Приветствую вас. Во-первых, хочу сказать так. Вопрос по поводу веса, он решается вашим собственным отношением к нему, к весу, и к весу я имею ввиду. То есть, если вам не нравится в общем и целом ваш вес, если вы не удовлетворены собой, своим внешним видом, как вы выглядите, как вы смотрите в том или ином, допустим, платье и так далее, и так далее, и так далее, вот. Если ситуация вот такова, что вам это не нравится, если вас это не устраивает, то тогда, конечно, нужно сосредоточиться только на сбросе веса, на похудении и так далее. Это будет правильным для вас. Но здесь нужно четко понимать, для чего вы сбрасываете вес. Одно дело, вы делаете это для себя, и тогда все в порядке, и другое дело, вы делаете это для молодого человека, и тогда все немножечко более пикантно, потому что молодой человек этого может не оценить, и если он этого не оценит, то вы потеряете свой, как бы, мотив, свой стимул к тому, чтобы худеть дальше, а это не является чем-то хорошим, когда ваша деятельность, ну, или элемент вашей деятельности зависит от другого человека, это неправильность. Вот. То есть здесь, мы бы старались с вами понять, да, здесь важно, чтобы вы именно увидели, что же, ради чего же вы все-таки, ну, делаете вот то, что делаете, ради чего вы пытаетесь похудеть, ради кого, вот, это первое. Второе, значит, вот вы говорите, что, поскольку мы из разных стран, сначала любовь была на расстоянии. Ну, здесь, пожалуй, сразу нужно задать такой вопрос, точнейший, почему вы выбрали мужчину себе на расстоянии, зачем вы это делаете, делали, точнее, что заставляло вас выбирать такого именно мужчину, и так далее. Так, это важные моменты, потому что они указят на особенности ваших личностей, которые помогут более полно увидеть картину, и, по-моему, дать вам, так скажем, более конкретные рекомендации. Вот. Затем мы приехали, и вот уже второй год, живем счастливо вместе. Значит, никаких бытовых нет, проблем, все хорошо. Ну, смотрите, какая получается интересная ситуация. Значит, вы говорите, что, значит, чуть ли не шесть лет, если я правильно вас понял, вы были на расстоянии. То есть, шесть лет ваши отношения были платоническими. Ну, если мужчина вас, если мужчина вам не взял, вот, пока вы были с ним вместе, пока у вас были, была любовь платоническая, на расстоянии, если мужчина вам не изменял, если он не спал ни с кем за это время, что вот, ну, что выбили на расстоянии, то, тогда можно предположить, что он просто привык. Он просто привык к тому, что вы не имеете, вы оба как пара, не имеете никакой сексуальной, как бы, жизни. И для мужчины это стало, ну, чуть ли не привычно. То есть, он научился как-то отходиться без этих вот моментов. за время, что вы с ним встречались в восемь лет. Вот. Значит, другой вариант, другая сторона вопроса. Если он, например, видел вас, если он видел, ну, скажем, вот, какая вы, да, то есть, видел, что у вас есть излишний вес, скажем так, и он знал, что вы такая, что вы хорошая, что вы подходите ему, так, целиком и полностью вы подходите ему, но при этом вы не привлекательны сексуально, и его поведение, в общем-то, совершенно нормально. И здесь нельзя говорить о том, что он относится к вам именно как обязательно к сестре, потому что, ну, простите, с сестрой не живут, и с сестрой, ну, думается мне, ну, наверное, не спят в одной комнате и в одной постели. Вот. То, что он не хочет вас, это связано, скорее всего, с тем, что за время вашего, вот, вот, платонического общения мужчина просто привык не воспринимать вас как сексуального партнера, а воспринимать вас, ну, скажем так, исключительно только как, ну, платонического партнера, да, как партнера для жизни, партнера для жизни, но не партнера для секса. И связано это, опять же, с тем, что мужчины, они подразделяют сексуальность и духовность. Для них это вещи совершенно ну, практически, практически, практически не сопоставимы, вот, и мужчина может сексуально, например, женщину хотеть, но при этом он ее никак больше не воспринимает, кроме, кроме как только, вот, сексуально. А бывает, что наоборот, да, что мужчина, наоборот, женщину воспринимает только сексуально, то есть только как личность, да, только как человека, но при этом, кроме этого, больше, по сути, больше ничего нет. Вот. И мне думается, что, мне думается, что это, ну, это факт, действительно, вот, так и есть, и, ну, нельзя, нельзя говорить о том, что это однозначно, вот, отношение, это однозначно отсутствие какого-либо сексуального желания именно к вам. Это просто разграничение. Вот. Как себя с ним вести? Ну, во-первых, нужно понять, что сексуально мужчина вас, видимо, не принимает до конца. Какой, какая вы есть. И это определенный отпечаток нагладывает, безусловно, на вас и на ваши отношения с ним. Вот. Ну, то есть, вы можете постараться вам в пределах вот нормы, скажем так, в пределах вот той нормы, которая для вас доступна, вы можете постараться соответствовать его образу, его идеалу, вы можете это сделать, вот, но только настолько, насколько вам это не вредит, там, потому что, если вы будете действовать уже в ущерб себе, ну, то эти отношения, они не будут для вас тем, чем они должны быть для вас. И, соответственно, ну, ничего хорошего из этого не получится. В этой ситуации вам нужно дать такую рекомендацию. Вот. А также можно, в принципе, поговорить с вашим мужчиной, да, проконсультировать его, сказать, что вам нужно, сказать, что вам, ну, что вам ценно, сказать, чего вы хотите, собственно говоря, вот, на что у вас есть, как бы, полное право, вот, и так далее. То есть, в принципе, может быть, мужчин даже не понимает, насколько для вас это важно. То есть он сам, как я понял, он сам без секса обходится хорошо. Вот. Ну и думают, наверное, что вы также хорошо обходите без секса. Вот. Ну, это, конечно, понятно, что это ошибка, понятно, что это не так, это понятно. Но он, скорее всего, этого не остановит. И для того, чтобы осознал, нужен психолог для того, чтобы с ним поговорить. Соответственно, вы можете сказать, что вы хотите секса, и что хотеть секса, это, в общем-то, нормально. Это нормальное желание. Было бы ненормально, если бы вы не хотели его. Вот. И, соответственно, посмотреть, как мужчина на это проагирует, то есть если она проагирует на это, как-то вот, негативно, да, то есть он будет говорить, что нет, я не буду, я не хочу, значит, все равно с тобой, там, секс. Вот. Ну, значит, вы уже можете сказать, как вообще тогда жить без секса, если ты меня не хочешь, и любить для меня. Вот. Здесь, опять же, очень важен момент такого плана. Вот вы, когда встречались, вы, когда взаимодействовали друг с другом, да, вы, вот, у вас было что-то вроде, ну, верта, да, вот, вроде каких-то вот таких вещей. Потому что, если не было у вас ничего такого, то, если, это более, просто более вероятно, что мужчина привык без секса вообще совсем, он ему просто не нужен. А если вы, если вы занимались чем-то, таким, таким, вот, то это тогда момент совсем другой, конечно. Что занимались, занимались, а в какой-то момент что? В какой-то момент перестали. Получается. Вот. Ну, тогда, естественно, возникает вопрос. А если, вот, в какой-то момент перестали, то почему перестали? Что изменилось? И вы можете, в принципе, этот вопрос, этот вопрос вы можете мужчине задать, в принципе. Вы можете задать ему этот вопрос, что изменилось, вот, или как, если, например, ты меня хотел, вот, а теперь, значит, соответственно, ты меня не хочешь. Вот. Ну, это же странно, да? Ну, значит, значит, кто-то на это повлиял. Вот. Ну, и вопрос, вопрос только в том, что именно. А так, конечно, у вас конечно, безусловно. Такого не должно быть, как у вас, это однозначно. Вот. Все-таки, должны быть отношения адекватные, должны быть и интимные отношения тоже. Вот. Вот. И, в общем-то, все главное в отношениях. У вас этого нет, и я делаю вывод о том, что, ну, есть какие-то проблемы у него. Ну, опять же, эти проблемы лучше решать сейчас, не ждать, как, того, например, что они, ну, сами, допустим, разрешатся, да? Да, вот, этого придать не надо. Вот. То есть, если есть проблемы, постарайтесь их разрешить. Поговорите с молодым человеком, вот. Вот. И, может быть, действительно, вы, вот как женщина, не привлекаетесь совсем. Вот. Ну, это нормально. То есть, да, это неприятно, конечно, безусловно, это неприятно. Вот. Но, это, это реальность, и с этой реальностью, наверное, как-то вот считать в данном случае. Если, если так получилось, если вы идеально сходитесь с характерами, то нельзя, я думаю, это просто брать и разрушать. Ну, и терпеть такое вот поведение к себе, которое вам неприятно, терпеть отношение к себе, которое вам неприятно, знаете, ну, тоже не стоит. Потому что вы таким образом себя обесцениваете просто. Вот. А обесценивание, оно, ну, ни к чему хорошему не приводит, на самом деле. Поэтому, я думаю, что не стоит именно сейчас делать каких-то таких вот поспешных выводов, не стоит сейчас принимать какие-то решения, такие прям серьезные. Вот. И лучше будет, гораздо лучше будет для вас, если вы поговорите с мужчиной спокойно, спокойно, и постарайтесь понять, что-то все-таки он хочет, что ему нужно, и так далее. И сопоставить это с тем, что, в общем-то, нужно вам. И если так получится, что вот, если так получится, что то, что нужно вам, мужчина дать не может, или если получится, что вы увидите, что он вас не принимает сексуально вот такой, там уже вопрос вашего выбора, захотите ли вы делать что-то для того, чтобы ситуацию менять или нет, но совершенно очевидно, что это не имеет отношения к вам как таковой, потому что вы изначально уже были, ну, довольно-таки, как бы, ну, вы изначально обладали определенным ветром, и мужчина согласился быть с вами, вот. Значит, возможно, он просто считал, что вам нужно сбросить лишний верст изначально. И опять же, вы говорите, что вам его позиция ясна и понятна, вы говорите, что вы с его позицией как бы соглашаетесь. Вот. Но если вы с его позицией соглашаетесь, тогда, я думаю, что нужно принять. Но без вреда себе. И, кстати, а как за вот эти вот два года мужчина реализовывал свои сексуальные потребности? Он что, как-то воздерживается, да, или что? Сложный вопрос. Важный. Про доверие. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.